спонсор этого выпуска магазин электропара который заслал недавно две лампочки для тестов для обзоров вот эту лампу мы уже с вами рассмотрели кто не видел ссылочка будет вот здесь и у нас осталось рассмотреть с вами протестировать всего одну лампу вы спросите а для чего они мне заслали свои лампы ответ очень прост ребята просто не хотят торговать плохими лампами хотят торговать хорошими а чтобы узнать какая лампа хорошая такая плохая ее надо протестировать вот они мне и заслали поэтому покупая у них магазине лампочки в принципе вы можете быть уверенными что они не продадут вам плохую лампочку а продадут только хорошую но давайте все-таки вернемся к нашим лампам лампа из TARES вот так вот она выглядит очень даже красивая здесь у нас мы видим металлический ребристый радиатор с отверстиями что уже немножко радует модель лампы gl10 цоколь e27 заявлено 10 ватт спектр теплый белый рассмотрим коробку так вот поближе вам покажу кто захочет прочитать поставьте на паузу и прочитайте я не буду на этом долго останавливаться потому что ну коробка и коробка а видим мы тут 6,5 ватт потребления что никак не 10 видите да что заявлено на лампочке и что мы видим в реальности то есть по сути вот эта лампочка большая она у нас соответствует вот такой маленькой эколоска лампе на 7 ватт тут тоже если кто помнит было 6,5 ватт по мощности эти лампы абсолютно одинаковые лампы у нас не мерцает светит ровненько ярко свет такой теплый приятный теплый белый свет ну и светит она у нас на 90 люкс на 100 даже вот 101 максимально при отраженном свете от потолка 105 а так вот если смотреть ровно то 100 то есть это меньше чем у предыдущей лампы хотя по мощности заявлено что это мощнее и ярче хорошо посмотрим на ее температуру через часик и не изменится ли вот эти показания яркости температура лампы вот 72 градуса в одном месте подскакивала до 73 в общем 72 73 градуса давайте посмотрим что у нас изменилось не изменилось с яркость с яркостью 92 и вот в отраженном максимум 99 вот максимум 99 даже в отраженном прямо 95 давайте попробуем ее разобрать не знаю насколько это у меня получится нет снять колбу у нас не получится почему потому что колба оказывается это все-таки не пластик это у нас стекло видите вот у меня тут даже образовалась такая трещина поэтому только разбивать но зато можно добраться до драйвера вот таким образом она у нас очень легко открывается и здесь мы видим нормальный настоящий драйвер собственно поэтому лампа у нас и не моргает и мы также можем вытащить вот эту пластмассовую подложку вернее не вытащить а заглянуть пытаться заглянуть за нее под нее каким-то образом там кстати очень интересно сейчас я вам покажу это дело только уберу чтобы не мешало попробую показать видите там тоже ребра охлаждения то есть в принципе изготовитель постарался с охлаждением но это все равно это радует это в принципе довольно таки неплохо сделано так и драйвер можно поменять или вытащить и использовать каких-то своих других подделках самоделках вот такая вот лампа от наших китайских друзей вот адрес можете посмотреть заявлено 10 ватт светит на шесть с половиной греется но правда не так уж и сильно яркости нее падает но опять-таки не сильно вот если сравнивать допустим с экологской лампой то мне кажется что вот эта лампа проживет немножко больше чем вот это принципе на этом все выводы вы делаете сами а я с вами прощаюсь и напоминаю что спонсором этого выпуска был магазин электролампа электропара конечно же ссылочка на этот магазин под видео выходите смотрите ребята там работает адекватные и там очень большой выбор поэтому если вы хотите чтобы я протестировал еще какие-то другие лампы от этого магазина пишите в комментариях и я думаю магазин мне их пришлет и я их протестирую поэтому проходите по ссылочке в магазин смотрите что интересно чтобы протестировать такое вот пишите там не только лампы пока пока до новых встреч